Рассмотрим теперь задачу добавления одного значения для множественного свойства типа файл. Для этого используем созданный ранее нами элемент в инфоблоке новости, названный множественный файл, ID этого элемента 360, и собственно у инфоблока новости есть свойства множественных файлов, куда мы можем добавлять там руками или каким-то еще образом файлы, таким образом, но мы этого делать не будем через админку, у нас несколько другая задача с помощью api добавить файл, вот у нас прописано, что элемент 360, инфоблок ID 1, а также mac.file.aray класса cfile мы получаем всю информацию о файлы, лежащем на сервере в корне сайта и с помощью setPropertyValueCode класса cfile.element мы обновляем свойства, пользовательское свойство имеющее символный код amg2, как видите здесь кстати мы не используем ID инфоблока, здесь мы передаем массив где value составляет как раз то, что у нас mac.file.aray сформировал, посмотрим что у нас из этого получится, запускаем, собственно произошло обновление элемента 360, обновляем, все прошло успешно, попробуем еще раз, запустили, как видим у нас добавилось, так как это множественное свойство, у нас добавилась еще одна картинка, так как здесь нигде у нас в коде не определяется, была ли добавлена данная картинка, не была ли добавлена, то есть каждый раз при запуске данной функции у нас будет добавляться еще новый элемент множественного свойства. Теперь разберем добавление сразу нескольких значений пользовательского свойства типа file. Добавление сразу нескольких значений пользовательского свойства типа file практически ничем не отличается, единственное здесь мы передаем массив значений, вот собственно видите один элемент, который из себя представляет тоже массив, где есть ключ value, description для описания и второй, где аналогично передается другая картинка. Мы используем тот же самый элемент с ID 360. Собственно здесь сейчас ничего нету, открываем, смотрим, произошло обновление, открываем элемент, смотрим, что же у нас произошло, добавилось две разных картинки, а аналогично предыдущему коду. Если мы еще раз обновим, у нас добавится еще две картинки. Давайте рассмотрим задачу удаления определенного значения множественного поля свойства типа file. Этот случай отличается от удаления значений пользователя этих свойств любых других типов, когда у нас значение автоматически удаляется. Нужно передать в массиве параметра файла специальный параметр del. Только в этом случае файл будет удален. Та же самая ситуация и с немножественными значениями пользовательства типа file. И в случае множественного поля в качестве ID массива передавайте ID значения одного из значений. Ну а теперь, собственно, давайте попробуем удалить из этого свойства множественный файл данного элемента с ID 360. Для начала нам необходимо знать, какое ID у данного свойства, у данного значения имеется. Для этого нам необходимо использовать функцию getProperty. CI-блок-элемент. Вот здесь мы, соответственно, получаем для данного элемента данный инфоблок с символенным кодом mg2. Сохраняем. Смотрим. Вот у нас вся информация выведена о каждом значении. И вот он имеется у нас property value ID 2904. Собственно, его мы и должны поставить. этот код мы так и нам нужно комментируем. Для удаления нам достаточно передать параметры del, который равен y. И вот здесь в массиве то, что мы не какое-то абстрактное обновление производим. Добавим ID данного свойства 2904. Сохраняем. Обновляем. Собственно, вот у нас вывел сообщение. Проверяем, что действительно ли все так, как должно быть. Да, действительно, элемент у нас был удален.